Рассказывая о гениальном, без всякого преувеличения, фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис Now», пойду не своим стандартным путем, то есть эдаким линейным нарративом от формы к содержанию, от начала к концу, а воспользовавшись текстурой самого фильма, фильма «Лабиринта», представим себе, что есть несколько точек входа в это джойсовское пространство, где каждое очертание, каждый маршрут индивидуален. И несмотря на то, что в центральной части лабиринта ты все равно встретишь полковника Курца, ужас-ужас, истину текста, истину, которую ты безуспешно прячешь от себя, но, собственно, облуждание в этом лабиринте, зрительские точки восприятия, бэкграунд у каждого разный, потому что здесь много гуляющих интертекстов, но не все они отзываются в смотрящем, это, конечно, история индивидуальная. Так или иначе, Копполе удалось, это огромное сооружение, два с половиной года оно заняло, с монтажом еще больше, огромная гигантомахия кинематографическая, которая не просто есть фильм-подвиг, представляя себе весь объем израсходованных материалов, 300 тысяч километров съемки, огромное количество статистов, ресурсов, тех вещей, которые сегодня уже не сделает кинематограф, как, например, заклание убийства живого быка. И поэтому все это, конечно, богатыри не мы, сейчас так фильмы не снимают, сейчас зеленка, сейчас статисты печатаются компьютером, и поэтому уже в этом отношении можно было бы снять шляпу. Почитайте, кстати говоря, и книгу Элеоноры Копполы о том, как снималась картина, она вышла недавно на русском языке. Это тоже приводит целый ряд ассоциаций, ну, конечно, между полковником Курсом и режиссером Копполы, между зрителями и персонажем Мартишина. Так что все это весьма интересно, все это такая нанизывающаяся на основную ткань текстура, но оттолкнемся от первоосновы. Сценария или, собственно говоря, этого прекрасного произведения Конрада «Сердце тьмы». Книги Конрада, которые весьма вольно пересказал, то есть творчески интерпретировал сценариста Джон Миллиус, которое действие в книге, мы знаем, происходит во времена колонизации на реке Конго, о фильме это 60-е годы прошлого века, Вьетнам, там Конго, здесь и вьетконговцы, и единственная буквальная связь. Книга, которую, кстати, что забавно, не читал вообще Марлон Брандо, и это выяснилось уже на съемках, так актеры старой школы готовились к королям. В этом произведении множество подсказок к происходящему в картине Копполы. Иногда это имеет в виду философию картины, спрятанные, подразумеваемые, эксплицитные, имплицитные вещи. Иногда это почти текстуальные совпадения, только Коппола пользуется кинематографической метафорой, а в этом блестящем произведении американской литературы просто точные, емкие, буквально одной строчкой описания. Вот, например, первое появление мистера Курца. Книги – это представитель торговой компании, которая заготавливает слоновую кость. А вот методы, отрезанные головы и бесконтрольная власть над дикими людьми – та же самая методология. Так вот, это первое появление. Он напоминал, как будто бы вырезанную из слоновой кости статую смерти. А когда он открывал рот, пишет Конрад, было такое ощущение, будто бы он хотел проглотить всех. Всех людей и всю землю вместе с ними. Как точно и как сочно. Или голос Курца, помните, в фильме он тоже акцентируется. Он записывается на магнитофон. Он звучит, как капли отдельными словами, с таким четким смыслом в пещере. И там это волшебный голос, который завладевает каждым, кто его слушает. Который даже тогда, когда Курц на последнем издыхании, не теряет свои силы. Как определил бы Жижек, это частичный автономный объект. Это, как помните, в «Великом диктаторе Чаплина». Эдакий завладевающий аудиторией голос. Голос идеологии. Голос большого другого. Последние слова мистера Курца в книге или полковника Курца в фильме точно такие же. Ужас, ужас. И это, конечно, главный акцент того и другого произведения. Это ощущение, с которым оставляют нас и Конрад, и Коппола. И если есть в этом произведении мораль, а, кстати, Коппола говорил, что для него это фильм не о войне, а о морали, то мораль такая нитшанская. Помните определение про то, что культура – это всего-навсего тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Таким же точно образом Конрад определяет, что разум человека вмещает в себя и будущее, но, к сожалению, страшное прошлое. И все эти человеческие принципы, устои, мораль, добрососедские отношения – это всего-навсего тряпки, оболочка. Тряпки, которые слетят при первой же встряске. Поэтому путешествие вглубь джунглей с целью, которая непонятна самому герою, которая непонятна зрителю, который тоже, может быть, иногда и отворачивается, а все равно смотрит до конца – это самопознание, это погружение в хаос и в дикаря в самом тебе – это, конечно, философская основа произведения. Помните, как это задумал Коппола? Что, начиная, например, со сцены на французской плантации, эдакий островок белого человека, который все равно затонет в море крови, мы уже оказываемся в 50-х годах, а не 60-х годах прошлого века, война в Индокитае, предыдущий неудачный опыт такой же колонизации, такой же попытки, например, прикрыть этот раскаленный хаос. Ну а дальше? А дальше вообще первобытные джунгли. Точно так же это описывается в книге. «Поднимаясь по этой реке, мы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле, и властелинами были большие деревья». Разумеется, книга Конрада о том, что когда ты идешь к дикарям, опять же, как это понедше, когда ты смотришь в бездну, ты сам становишься дикарем. И поэтому открытие в себе всего того ужаса, который нам принес 20-й век, как мировые войны, концлагеря, чудовищная гуманитарная катастрофа, низвержение всего этого проекта, просвещение, очеловечивание мира обратно в первобытную бездну. Картина, разумеется, об этом сердце тьмы. Столкновение цивилизации и культуры, разума и того первобытного инстинкта, акульего мозга, который тянет нас в прошлое, этой тоненькой оболочки и того, что разрушает ее изнутри. Об этом картина. Перекрестки, на которых встречаются разные тексты, литературные, кинематографические, интертекстуальность картины Копполы и сценария Миллиуса. Это отдельная и очень благодатная тема для комментария. Почва для многих неожиданных раскопок. Например, в издании фильма, уже в режиссерской версии на DVD, посмотрите обязательно, там прекрасные переведенные на русский язык допы. В беседе сценариста и режиссера прямо говорится, что картина навеяна Кубриком, доктором Стрэндж Лавом. Кто бы мог подумать, конечно, и та, и другая картина о безумии, только в одном случае она кажется карикатурной, сатирой, политической сатирой. Здесь все серьезно, и это уже не сатира, скорее философия. И тем не менее, в описании прогрессирующих форм человеческого безумия в этом путешествии по реке, которая делает тебя все более мертвым, как и все остальное человечество, картины весьма похожи. Но первый текст, конечно, и первый текст европейской культуры, который подразумевается, который прямо закладывался сценаристом, это Одиссея. Одиссея Гомера. Все, что происходит на пути по этой реке, что, кстати, интересно, вверх по течению. То есть преодолевая как будто бы ток времени, правда возвращаясь в прошлое. Все, что происходит на этом пути, напоминая местами сон, фантазию, просто галлюциногенный бред, это отчасти сцены из Одиссея. Например, капитан Килгар, которого нужно обмануть, чтобы спастись от его ярости и от его безумия. Правда, интересно, ведь под бомбами заниматься серфингом. Так это циклоп, как прямо объясняет Миллиус. Для того, чтобы его обмануть, Лэнси использует этот трюк с доской, только для того, чтобы ближе подойти к воде, чтобы иметь возможность спастись на своем катере. И поэтому хитрость Одиссея и его попутчиков, и разные испытания, которые они переживают на своем пути. Например, возьмите сцену с этими сиренами, но и с плейбоя. Та же самая история гомеровская. И затонувшая, как будто бы как островок французская плантация, где время застыло, где Одиссей не замечает, как прошли годы, где он погружается в транс, и вечное возвращение, которое никак не доводит его до цели, это, конечно, Одиссея. Что забавно, в большом кинематографическом тексте есть не только аллюзии из лет прошлых, но как будто бы указатели из будущего. Например, что это вариант мертвеца Джармуша, который еще не снят. Помните, как прямо определяет капитан Уиллард, его попутчики – это мертвецы. Люди, стоящие одной ногой в могиле. Мертвецы в отпуске, мертвецы на миссии, которые, разумеется, не доплывут до своей цели, если этой целью считать спасение человеческой жизни. Целая семья призраков обитает на этой французской ферме, как будто бы из стихотворения Верлена о призраках в саду. И поэтому, пометуя Джармуша, лучше не связываться в путешествии с мертвецом и целой компанией мертвецов. До добра это, конечно, тебя не доведет. Много есть интересных аллюзий. Это, конечно, и корабль Арго, или корабль Тезея, который дойдет до цели только полностью измененным, прежде всего, на ментальном уровне своих аргонавтов. Это, кстати, аллюзия из будущего, из еще не снятых фильмов, а так всегда бывает с большими произведениями, что в этой точке пространство и время текут в разные стороны. Я, скажем, не могу отделаться от мысли, смотря на этот хвост Б-52 в реке, что это как будто бы, помните у Ридли Скотта в «Чужом», инопланетный корабль, точно так же хвостом торчащий на неизвестной планете. Или еще не снятые тоже Агирры «Гнев божий» и «Хит Скоральда» Херцога, та же самая история, опера в джунглях, как это шоу, например, «Зайчиков-кроликов» из «Плейбоя». Или этот Агирра – жестокий капитан, который ведет своих попутчиков к гибели. Знает он об этом или нет? Много таких интертекстов, включая, скажем, и наши отечественные. Трудно не вспомнить дракона, Шварца. История о том, что, убивая драконом, ты сам становишься драконом. Как в финальной сцене эти аборигены падают ниц перед новым драконом. Вот только в оптимистичной версии Копполы он сам бросает нож Мачете, подавая им пример, отказывается от этой великой чести. Когда на литературных, кинематографических или музыкальных перекрестках времена встречаются, возникает интерференция, наложение, двойная оптика, и зритель оказывается дезориентирован в отношении смысла того, что происходит. Что говорит ему музыка или видеоряд? Как, например, это у Конрада сказано при звуке барабанов, которые слышат путешественники. Это музыка войны, или мира, или молитвы. А неизвестно. Как сегодня, скажем, отделить музыку у Вагнера от этих музыкантов из ЧВК Вагнер и от нацистских маршей. И от всей этой двойственности. Помните, как тот же Вагнер используется в великом диктаторе Чаплина. В одной сцене это накладывается на фантазию Хинкеля о завоевании Гитлера, а в другом – на речь парикмахера о мире свободе и любви. Так что же говорит нам музыка? Особенно, когда эта музыка из разных эпох встречается на этом перекрестке. И вот она, музыка каменного века, которая до сих пор отзывается в нашем акулием сердце. А может быть, точно такая же в действительности первобытная музыка рок-н-ролла, тоже с двойственным эффектом. Ведь одно из определений авторских этой вьетнамской войны – это рок-н-ролльная война, которую невозможно вынести, не будучи в измененном состоянии сознания. А годится ли для этого гашиш, ЛСД или рок-н-ролльная музыка – это уже дело вкуса. Настоящие реальные события с бомбардировкой противника музыкой, как с тем же Вагнером, послужили одной из идей для создания апокалипсиса сегодня. Что интересно, что сегодня это эхо… Вот еще, кстати, один эффект музыки – возникающее эхо времен. Сегодня это эхо того Вагнера, и Вагнера, который использует Коппола, возникает вновь. И снова надо полагать, что нынешних, как раньше говорили, молодчиков-фашистовующих, вдохновляет примерно такая же бодрящая воинственная функция музыки. Так что весьма любопытно, как возникают эти запутанности в отношении зрителя к тексту. Как намеренно меняет, как будто бы передергивает карты режиссер и музыкальный редактор. Вот песня Дорс – конец, со словами «нет спасения в конце» переставлена в начало фильма. И, конечно, это что-то говорит о всех событиях, которые происходили и будут происходить в картине. Или взять этот эффект обработки, электронной обработки шумов, когда нормальный вроде бы звук вертолета отзывается, но только понятно в голове героя, электронным нереальным призвуком. И поэтому является ли это в реальности, как, например, в сцене с мостом, там подсказка «все, что видит зритель, мы видим глазами Лэнса, а он находится под действием ЛСД». Поэтому картина, конечно, не вполне реальна. Но как пленочку на эту реальность наложены звуки и шумы. Виртуозная работа со звуком – это, кстати, тот самый «Оскар», который один из двух выиграл апокалипсис сегодня. Это один из ключей того, почему фильм современный. Потому что неизвестно, что говорит нам музыка. В музыкальной двойственности, в неуловимости содержания музыкального высказывания, в эффекте интерференции, эхо двойном наплыве одной темы на другую, проглядывание в лиссировочке одного музыкального высказывания за другим, уже весь эффект этого удивительного обаяния и смерти, и насилия, и ужаса, которые есть в апокалипсисе сегодня. То, что сделал Коппола по части работы с кинопоэтикой и с кинообразом, заслуживает отдельного комментария. С точки зрения технической, Коппола пользуется простым наплывом, но очень долгим, когда сквозь одно изображение лиссировочным способом просвечивает другое, и мы в действительности оказываемся и там, и не там, и в голове героя, и отчасти в реальности, или в одном пласти реальности, и в другом. С точки зрения технической, эти монтажные рифмы тоже очень простые. Вот, например, в первой сцене лопасти вентилятора над головой героя и вертолет. С тем же, кстати говоря, электронным призвуком, поэтому непонятно, летит ли он там, за окном, за которым пока ничего не видно, или он летит в его голове. Или туманы, которых так много в этой картине, дожди, прямо тропические ливни, тут уже без всяких кинематографических находок они были воочию. Или цветные дымы, которые пускали по реке. Все это просто и при этом необычайно эффектно. Стихии, которые обозначаются с помощью этих поэтических образов. Стихии все те же античные. Вода, огонь, земля и воздух. Только каждая из них в этой картине несет смерть. Смерть несется с неба с этими вертолетными атаками. Смерть ожидает на земле и под водой, и разлита в воздухе, и в этом страхе, который сегодня пронизывает социальный воздух. И интересно еще в этом смысле, как поэтика переходит в политику, тоже с прицелом на день сегодняшний. Есть книга у Бориса Гройса, которая называется, очень мне импонирует это название, «Поэтика политики». А в действительности политика без поэтики никуда. Как сделать так, чисто технически, организационно, чтобы мирный доселе обыватель оторвался от своего телевизора, слез с дивана, отпустил джойстик и отправился гнить в окоп или превратился в пушечное мясо. Рецепты простые, и в техническом, организационном смысле ничего не нужно выдумывать. В идеологическом смысле все уже придумано до нас. Нужно втирать побольше про кровь, про почву, про землю. Про то, что нашу землю топчет оккупанты, даже если мы сами пришли с войной. Про чистоту крови, разумеется, которую отравляют инородцы. Про почву, про воду, про соки, про что хотите. Помните, снова аналогия с доктором Стрэнджлавом Кубрика. Там свихнувшийся полковник, который нажал кнопку пуск ядерной ракеты, представил себе, что его жизненные соки захватили, отравили коммунисты. Так что, какие там воды текут в голове, какие желчные жидкости, какие ритуальные, помните, последняя сцена, картина, ритуальное жертвоприношение с той же самой кровью, какие пассы и жесты можно с этими жизненными стихиями проводить. Это все в меру идеологической фантазии. Но не представив себе, что эти стихии вас пронизывают прямо в голове вашей текут, и какие-то злокозненные враги в этот момент хотят их осадить, отравить и захватить, без этого выдернуть человека из его мирного уголка нельзя. Так что, политика всегда оперирует поэтикой. И чем гуще эта поэтика, чем сочнее, неправдоподобнее, фантасмагоричнее метафоры, чем в действительности эффективнее идеология. Отсюда, отсюда безумие. Прогрессирующее безумие человека, превращающегося в боевой аппарат, в цельнометаллическую оболочку. Безумие власти, которое бросает поколение за поколением туда, в топку. Политический абсурд, повседневный, идеологический абсурд, который мы воспринимаем как систему координат. Философский абсурд, помните, Камю определил, что единственная прочная связь между человеком и миром, миром, который никогда не принимает человека, это и есть абсурд. Это, конечно, ключевая тема картины. Поэтому движение вверх по реке, это не только движение вглубь истории к первобытным временам, но и как будто бы движение против разума, против иррационального течения, в сторону бесконечного помешательства. Персонаж внешне невозмутимый, персонаж зеркала, персонаж, который ведет себя хладнокровно, как будто отсутствие мартишина, в действительности больше всего одержим. Помните, как он хладнокровно добивает вьетнамскую девушку. Поэтому выбирать из этих двух типов поведения в одной ситуации сорвавшегося Лоуренса Фишборна, будущий Морфеус, а здесь он всех истребляет из пулемета, что-то ему такое показалось. И хладнокровное убийство, эдакий инстинкт киллера, который демонстрирует герой-мартишина капитан Уиллард. Какой абсурд вам больше по душе. Может быть, вам по душе философия с таким значением прочитанная персонажем Марлона Брандо, полковника Курца. Правда, помните, она одной припиской еще выражена и в книге, и в фильме. Просто всех истреблять. Но это философия полых или пещерных людей. Это его ловушка о том, что нужно выбирать между этой ложью политиков, которые запрещают нашим мальчикам рисовать нецензурные слова, но посылают их в огонь. Да, конечно, фальш, ложь, некрасиво. А вот что и противопоставить? Правду истребления ловушка захлопывается. Всякий раз, когда в тексте внутри картины вам читает мораль один из персонажей, это, конечно, зрительская нарративная ловушка. И поэтому выбирать между этими типами помешательства, кстати, начиная с микроскопического абсурда, или начиная с названия фильма, рассказывает сценарист Джон Миллиус, что сама идея апокалипсис нау пришла тогда, когда он увидел значок у калифорнийских хиппи Нирвана нау. Нирвана прямо сейчас. А может ли быть ад прямо сейчас? Можно ли превратить эмблему пацифиста в тот самый треугольничек, как здесь в эмблему Б-52 бомбардировщик? Можно ли послать этих хиппи пацифистов из Калифорнии на войну? Вот задача для поэтики политики, для тех, кто движет рычагами политического абсурда. Поэтому можно ли подружиться с этим ужасом хотя бы в собственной голове? Можно ли пройти эти стадии безумия, без ЛСД, без рок-н-ролла, без добавочек для расширения изменения сознания? Кстати говоря, это задача и для зрителя, а без этой музыки, а без этой красивой работы оператора, оператора из конформиста Бертолучи, а без этого монтажа, а без этого шикарного видеоряда, что бы вы видели, что бы вы приняли в этой войне? Может ли показаться эта ловушка для зрителя в действительности красивая сцена сожжения деревни и расстрела жителей? Если, конечно, ты не в мягком кресле находишься или не сам жмешь гашетку, а еще лучше сжать гашетку, как и нынешние, находясь за сотни километров от боевых действий, называемых театром. Ну, про это следующая глава. Так вот, если ты в этом абсурде занимаешь привилегированное место, если для тебя это Dolby Surround система 5.1, кстати, это фильм Пионер реформы звука в кино, если у тебя в этом абсурде хорошие проплаченные места, если ты сам его производишь, даже не только потребляешь, ну, тогда можно действительно примириться с ужасом. Тогда, и это следующая глава, мы оказываемся на сцене. Как объяснял режиссер Фрэнсис Форд Коппола, оператору Викторио Стараро задачу картины это не документальная лента, кстати, так ее задумывал сначала взявшийся за эту работу Спилберг, стилизованная под документальную съемку. Так вот, это не документальная картина об ужасах войны, это зрелище. Поскольку всюду, куда бы ни приходила Америка, даже с войной она превращает это в шоу со светом, с качественным звуком, с настоящим представлением, с девочками плейбой, то, разумеется, это часть одной большой иллюзии в голове среднего американца. Поэтому представим себе еще раз, как это действует на сцену, на всех, кто в ней занят, не только в зрительном зале. Вот этот полковник, удивительный Килгар, идет, не замечая пуль и разрывов. Все вокруг хотя бы пригибаются или вообще смущены, напуганы происходящим, только он один невозмутим. Что же такое происходит с этим героем? Он просто на сцене, у него красивая шляпа, у него замечательная оперная аранжировка, у него света, звук, машины, он режиссер этого действия, единственный, кто должен быть невозмутимым в происходящем кошмаре. Поэтому, недаром говорят, на миру и смерть красна. Поэтому в этом плане серфинг под бомбами не такая уж безумная идея. Может быть, чуть более безумная, чем водные лыжи на столь же опасной реке. Точно такая же сцена, мы помним, это девочки из плейбоя. Если связать в эдаком структуралистском опыте две, казалось бы, совершенно различные сцены, сцену вертолетной атаки под Вагнера и девочек, выступление девочек из плейбоя, то окажется, вот она структуралистская истина, что в плане функциональной это одно и то же. Девочки из плейбоя это те же валькирии, потому что их задача заставить вас принять с большим удовольствием, комфортом и даже энтузиазмом собственную смерть. Они точно так же пришли за вашими головами. Поэтому, перемещаясь в день сегодняшний, вспомните вот этот недавний удивительный конфуз с рекламой ЧВК Вагнера на порнохабе и с таким же в общем-то абсолютно недвусмысленным требованием перестать мастурбировать и перемещаться наконец в театр военных действий. Это та же самая история. И те девочки, которые вам дают, и те девочки, которые у вас жизнь забирают, это одни и те же валькирии. Так что, вот он один из секретов идеологии, когда война это театр, когда происходящее это хорошо поставленное зрелище, когда в этом зрелище у вас какая-то выгодная роль и вам дают например какую-нибудь побреткушку и вас занимает какой-нибудь как с оператором фронтовым функцией, где вы чувствуете свою безопасность за видоискателем, за экраном, тогда смерть не так страшна. Звери в цирке кажутся почти ручными. Правда, можно подойти поближе, познакомиться с дрессировщиком, кстати, того самого тигра, которого использовали на съемках апокалипсиса и узнать, посмотрев на обкусанные руки и ноги дрессировщика, что зверь только кажется ручным. В действительности это эффект, когда мы видим того по цветам софита, когда мы думаем, что это часть хорошо организованного шоу, но зверскую природу хищника не поменять. Ее можно только, как в искусстве, как в большой политике временно приспособить. Поэтому один из секретов идеологии, как посылать людей на смерть, превращать это в спектакль. Это, кстати, задача, которую Коппола ставил перед оператором. Сделать так, чтобы практически каждая сцена была похожа на сон, чтобы она была отчасти нереальной, чтобы для зрителя, кстати говоря, это тоже был тест. Какое место в этом театре насилия, в этом спектакле идеологии занимаешь ты? Как показал еще Альфред Хичкок, помните психа, где буквально зритель становится убийцей, перемещается на точку зрения убийцы. Сравните с нашим аналогом, братом 2, этим Данилой Багровым, который тоже становится как будто бы марионеткой на руках зрителя. Так вот, желание зрителя в кинематографе, к сожалению, всегда на стороне насильника, не жертвы. Зритель платит за это деньги, чтобы больше крови и больше взрывов. И в этом ловушка и так называемого антивоенного, часто приставочку анти можно опустить кино, это как в фильме Трюкач, там тоже рассказывается про антивоенный фильм режиссера, который почему-то повысил явку на призывные участки. Так вот, когда насилие таким образом организовано, так красиво араншировано, подано, высвечено, смонтировано, то, где будет правда зрительского желания и что мы в этом фильме примем. Зритель-убийца, зритель, который незаметно превращается в зверя, зритель, который, кстати говоря, не замечает в этом смысле оптимистического финала картины, зритель, который хотел бы видеть другую версию про нее бытовали легенды, версию полностью уничтоженного лагеря с многими сотнями людей, этот зритель-убийца самая интересная проблема. Как, кстати говоря, и зритель-режиссер, как говорил сам Коппола вот в том документальном фильме Сердца тьмы, режиссер это последний оплот и диктатуры в нашем идущем к демократии мире. Как пишет Элеонора Коппола в книге о съемках Апокалипсиса сегодня, я нахожу все больше параллелей между персонажем Курца и теперешним положением Фрэнсиса. Это упоение властью и одновременно риск потерять все, как на войне, когда тот, кто убивает, принимает и вероятность быть убитым. Решив делать этот фильм именно так, а не иначе, Фрэнсис пошел на самый большой риск. Он чувствует неограниченную власть, которую дает ему статус автора и режиссера, но вместе с этим угрозу полного провала. Режиссер-манипулятор, режиссер-диктатор часто, и это уже без кавычек, становится убийцей на съемках батальных фильмов, где в действительности статисты иной раз и под машину попадут, иной раз и пиротехника не так сработает. В случае с апокалипсисом, можно сказать, кроме Буйвола, не пострадало ни одно живое существо, но это чудо, которому благодарен сам режиссер. В действительности же картина, которая рассказывает о насилии, часто сама становится медиатором насилия. Это интересное свойство больших так называемых фильмов-пеплом, исторических фильмов-фильмов о войне. И поэтому снова спросим себя, для чего они снимаются? Для того, чтобы рассказать правду о войне? Для того, чтобы сказать, что война это некая неправда в диалектическом смысле в человеческой истории и такого быть не должно? Для того, чтобы собрать кассу? Для того, чтобы это было зрелищным и самодостаточным произведением искусства? Или для чего-нибудь еще? Так или иначе, функция зрителя, режиссера, каждого, кто хотел бы посмотреть в это зеркало? Эта функция нуждается в рефлексии. Начиная со сцены в гостинице, а это опыт актерской импровизации Марти Шина, пытающегося нащупать своего героя, поэтому никто не знал, что он разобьет зеркало и травмируется сам. Так вот, начиная с этого травматического контакта с отражением, как тут не вспомнить, что тут еще присутствует молодой Морфеус, и он тоже явится в кинематограф как будто бы из-за зеркалья, картина зеркала для зрителя в лакановском смысле. Отражение себя в желании другого, понимание того, что ты желаешь то же самое, что желает другой, в конечном счете убивать, подчинять, эксплуатировать, насиловать, и эта истина мало кому нравится. Поэтому, может быть, финальный ужас-ужас, акцентированный в книге и фильме, относится к этому, опознанию в себе желания зрителям. Ты понимаешь, что в действительности ты точно такой же винтик. И в результате соответствующей подготовки, как в цельнометаллической оболочке, например, в другой картине, с которой можно сравнить апокалипсис, ты можешь оказаться точно в таком же положении. Да и оказываешься прямо сегодня. Поэтому, кто ты в этом идеологическом театре солдат, или какой-нибудь лахтинский тролль, или зритель, который хотел бы разобраться в своем собственном отношении к насилию, или другой хитроумный, как Одиссей, зритель, который предполагает, что да, насилие, конечно, нехорошо, но когда оно обращено в правильную сторону, то пускай так оно и будет. Вот это разные сюрпризы того зазеркалья, в котором мы оказываемся в апокалипсисе сегодня. И может быть, совершенно не случайно, что зрители игнорируют самый главный режиссерский замысел финала. Опустить нож, положить мачете к своим ногам и сделать так, чтобы все сделали точно так же. Скорее, зритель опять же хотел бы видеть сцены разрушения, побольше огня, еще побольше взрывов, так, чтобы в финале это было крещендо, чтобы это было запоминающимся аккордом, неважно, за чей счет. Фильм с зеркала, искусство с зеркала, самое настоящее кино, большое кино, это то, что происходит в вашей голове. Происходящее в виде световых пятен на экране это всего-навсего повод для самоанализа. Если вы задумались о своем собственном месте на этой сцене в этом идеологическом театре, если вы однажды к собственному неудовольствию поймали себя на таких же примитивных желаниях, на этой полости внутри, о которой говорит Марлон Брандо, то тогда фильм выполнил свою задачу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok